Дома под снос, жильцы на улицу, за что страдают пащики нескольких новостроек Махачкалы, выясняли наши корреспонденты. Дома под снос, жильцы на улицу, за что страдают пащики нескольких новостроек. В основу расчета в индексе легли общедоступные статистические данные о количестве и качестве транспортных, энергетических, социальных, коммунальных отраслей. Кроме того, не вошли дагестанские новостройки и в другой рейтинг по оснащенности жилых комплексов, велосипедными парковками и озеленению придомовых территорий. Зато в негласном рейтинге по незаконным застройкам наш регион наверняка в лидерах. На сей раз под страшное слово «снос» попали жильцы домов по улице Тпилисская и Речи Казака в Махачкале. И если один жилой объект построен без разрешения и на честном слове застройщика, ситуация со вторым более чем сложная. В ситуации разбирались наши корреспонденты. На прошлой неделе нам в среду пришли, отрезали с прокуратуры свет. Без света мы уже сколько, почти неделя. У нас и газа нет, и света нет, в холодных комнатах спим. Вот дети, которые из школы ходят, здесь такие маленькие грудные дети. Пожалуйста, дайте добро, мы подключимся к электричеству. У нас есть условия, тоже счетчик, тоже есть. Мы, как все другие, тоже за свет оплачиваем. Жители девятиэтажного дома по улице Тпилисская в Махачкале живут в своих бетонных коробках без воды, света и газа уже много дней. А все потому, что новостройка признана незаконной и подлежит сносу. 18 июля от работы бульдозера сильно пострадало имущество Жаминат Салмановой с первого этажа. На тот момент женщины не было в квартире. Меня позвали, тут разрушают твою квартиру, пришла, уже увидела в разрушенном виде. У меня все тут было, ковер, на ковер упал все кипячи, стол, стулья здесь пыли, тоже упали, на них все испортилось, мое имущество. Здесь котел у меня был, мы его сняли. Батарейки все испортили. Я 17 июля думала, этот кухонный мебель возьму, думаю, уже сколько времени посуда в ящиках, думаю, это так в долги влезло, все этот ремонт делала. Соседка Жаминат – одинокая пенсионерка-инвалид Патимат Газимагомедова. Она приобрела свой уголок в 2020 году, потратив 1 миллион 100 тысяч рублей. В своих 62 квадратах женщина успела только отштукатурить стены. О том, что документов на дом нет, знала, но надеялась, что в скором времени они все же появятся. Я купила интернет и нашла я, поэтому я покупала, я ничего не знала, думала, все будет нормально. Один раз пришли, поломали половину дом, первый, второй этаж. Другой раз тоже приходили, вот мою квартиру вот так разбили, а я не знала. Я у сестры живу, у меня жилья тоже нет. Про зеленок он не сказал, он сказал, иншаллах, будем это сами, как-нибудь зеленки сделать через суд. Многоэтажку заселили матери-одиночки, мать участника СВО, взрослые люди без семей. Первый и второй этаж были разрушены летом. Лестница, ведущая в дом, и цокольный этаж буквально недавно. По социальным сетям распространилось видео, на котором люди пытаются защитить свое жилище. А это жильцы дома по улице Ирчи-Казака. Магомед Расул Абусаидов пришел сюда в такое позднее время не случайно. Он также вместе со своими товарищами, по несчастью, пытается отстоять право на проживание в многоэтажке. Имея документы на собственные квадратные метры, проводить в них ремонт или завозить мебель, мужчине не разрешают, ему приходится снимать жилье. Я когда приобретал, когда влаживался в эту квартиру, я позвонил в администрацию, через человека узнал, что вот этот дом под снос идет или не идет, или какие-то проблемы есть, или можно влаживаться. Они мне сказали, все документально, бумаги мне показали, что вот этого дома под снос не идет, что с документами, все в порядке. Все вот эти люди, которые собрались, купили, зная, что есть зеленки, выдали зеленку, застройщик, все, что мог сделать, сделав. Сейчас итоги, получается, застройщик нам зеленку дал, а государство нам жить в своих квартирах уже не разрешает. На земельном участке расположены 13 корпусов многоквартирного дома. По словам жильцов, несколько многоэтажек сданы на баланс города, остальные на стадии строительства. Одна часть дольщиков не понимает, почему они не могут обжиться на своих местах. Другая, почему стройка приостановлена. Люди обзавелись здесь квартирами через гражданскую и даже военную ипотеку. Есть среди них родственники и жены участников спецоперации. Вот купили здесь квартиру, не дают делать ремонт. Мой муж, участник СВО, я не знаю, что делать. Он на войне воюет, оттуда зять там на войне воюет. Почему? Куда обратиться? К кому обратиться? Вот ремонты начали делать и сейчас остались на половине, не дают ремонты делать нам. Вот причину тоже не объясняют же они. Почему? Зачем? Кто не разрешает? Нет, не разрешаем. И все, так же не бывает. А куда обратиться? С озвученными вопросами мы, в свою очередь, обратились в администрацию города Махачкалы. Дольщикам посоветовали активнее принимать участие в решении их жилищной проблемы. В этом случае хочется обратиться и к жильцам данных многоквартирных домов, представлять максимально имеющиеся у них документы по лицевым счетам, открытые для оплаты коммунальных услуг, в части имеющихся документов по праву собственности на квартиру. И хоть в случае эти разные жильцов с улиц Тбилиска и Ирчи Казака объединяет одно – надежда, что власти помогут им выйти из сложившейся ситуации. Салия Магомедова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Как оказалось, незаконными в Махачкале могут быть не только многоэтажки, но и рекламные щиты. Демонтаж таких конструкций провели специалисты профильного управления мэрии столицы. Ликвидировано и вывезено порядка 50 установленных с нарушением вывесок. Как подчеркивают городские власти, работа в данном направлении будет проводиться регулярно. Около 300 человек спасли сотрудники МЧС при пожарах и дорожно-транспортных происшествиях в Дагестане. Об этом говорили на совещании Чрезвычайного ведомства по итогам деятельности за 9 месяцев. Мероприятие прошло в селе Нечаевка Кизельюртовского района при участии начальника Главного управления МЧС Республики Наримана Казимагомедова. За указанный период специалисты отправились на 20 тысяч выездов. Из них 5 тысяч приходится на чрезвычайные ситуации, остальные – на профессиональную подготовку кадров. Благодаря слаженной работе личный состав с поставленными задачами справился в полном объеме. Особо отличившихся сотрудников наградили грамотами и медалями. И к другим темам. Народы России, сохраняя историческую память. Круглый стол под таким названием прошел в Махачкале. Организатором мероприятия выступил МИНАЦ региона совместно с Дагестанским гуманитарным институтом. На мероприятие были приглашены эксперты, представляющие общественные институты, а также органы власти. Участники обсудили проблемы патриотического воспитания молодежи на основе правдивой и объективной информации событий прошлого. Сохранять историческую память народов очень важно. Почему важно? Потому что есть силы, огромные силы направлены на то, чтобы переписать историю. Новую историю преподносят в кавычках. И люди должны, особенно подрастающие поколения, должны знать свою историю, что было и как было. А не ту историю, которая переписана и переподносит. Тот, кто не сохраняет нашу память, тот, кто не помнит о прошлом, это человек, который подвержен влиянию извне. А в мире происходят события, наоборот, направленные на размытие исторической памяти, на фальсификации исторических событий, которые произошли в 20-м и другое время. И события на Украине как результат этого. В Кизляре подвели итоги конкурса стихотворения о пророке Мухаммаде «Мир ему и благословение». Мероприятие длилось в течение месяца. Участие в нем приняли более ста ребят. Они записывали свое произведение на видео и отправляли организаторам. «Ты учитель, пророк и спаситель, ты луч света в потухшем окне, ты защита и наш покровитель от мучений и бед на земле». Все дети читали, молодцы, выучили. Ваши годы, я вообще не знала такие строки даже, к сожалению. И я вам очень благодарна, очень признательна родителям, что они сумели и умеют вести их по пути свежего Аллаха. Пусть Всевышний примет все ваши благие деяния. Пусть примет каждый шаг, каждое слово, сказанное вашей людьми. Сегодня мы, вы не думайте, что просто было, вот все 119 человек, которые были в комиссии, я их выписала. Я каждое голосовое слушала каждого ученика. Я это с пилисток сфотографировала по эту группу, где журень принимала участие. Мы спорили, целый день мы дали на размышления, я любила, дайте, выберите, уже остались вот сколько, дайте нам, придем к единому мнению. По летокам конкурса победителям и призерам вручили денежные сертификаты. Помимо этого, все детишки получили сладкие подарки. Организатор мероприятия выступил в Муфтиад-Дагестан. Благотворительные фонды «Инсан» открывают сбор на покупку здания под мечеть в городе Мурманске в сумме 10 миллионов рублей. Дело в том, что в одном из крупных городов Заполярья проживают 25 тысяч мусульман, и там до сих пор нет здания, где могли бы по пятницам собираться верующие и совершать намаз. Представители местного духовенства уже нашли подходящий для этого строящийся объект и планируют его приобрести. Во многих городах и селах нашей страны расположены большие и красивые мечети. Но мусульмане Мурманской области, к сожалению, пока не имеют такой возможности. Но по воле Всевышнего Аллаха мы близки к осуществлению нашей мечты. Мы нашли объект, который продается и который мы хотим купить и открыть в нем мечеть для всех мусульман Мурманской области. И к новостям спорта. Трое дагестанских борцов-вольников завоевали золотые медали первенства мира среди молодежи. Турнир среди спортсменов не старше 23 лет завершился в Албании. В первый день соревнований лучший результат показал хасавюртовец Башир Магомедов. В финале категории до 61 килограмма воспитанник училища Олимпийского резерва одолел соперника из Казахстана. В заключительный день турнира почин партнера по команде поддержали Каспичанин Ибрагим Ибрагимов и Магомед Магомаев, представляющий Брянскую область. Серебро первенства мира в активе еще одного увольника из Касавюрта Имама Канишова. На этом я с вами прощаю. Смотрите наши новости также в социальных сетях. Хороших новостей и приятных событий. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok